приветствую друзья я виталий портник россия уничтожает украинские города россия пытается стереть их с лица земли сегодня после того как россия нанесла ракетный удар по историческому центру харькова это стало совершенно очевидным для каждого кто посмотрит на видеокадры этой бесчеловечной и самое главное бессмысленной бомбардировки на центральной площади харькова нет вообще никаких военных объектов ну как и не может их быть на центральной площади на центральной площади харькова нет украинских войск ну собственно как и не бывает войск на центральных площадях но тем не менее удар был нанесен именно там и я хотел бы напомнить что это не первый удар российской армии по историческому центру украинского города то же самое происходило в чернигове древнем чернигове из учебников истории и между прочим отнюдь не только украинских но и российских учебников истории и какова тогда цена всем этим учебникам а колыбели братских народов если российские вооруженные силы хладнокровно уничтожают памятники прошлого которые они считают общим а вероятно на самом деле не считают вероятно это большая тайна и военная и национальная рассказывать об общности а на самом деле в нее не верить не ставить в грош но хорошо это история а ведь харьков это тем не менее город в котором огромное количество людей и не просто разговаривает на русском языке но и имеет своих родственников и друзейки в российской федерации и вот мне интересно как эти родственники и друзья сейчас хладнокровно наблюдают на экранах своих телевизоров но хорошо телевизор им этого не показывает но узнают из интернета из телефонных разговоров что их родственников бомбят что их города стирают с лица земли совершенно непонятно как вообще люди могут после этого спокойно жить считать что ничего особенного в их жизни не происходит самое главное чтобы платили не зарплаты и пенсии и позволяли ездить отдыхать в египте и турции когда правитель сочтет эти направления безопасными для своих подданных я вообще не очень понимаю люди ли это мы сейчас видим что произошло самое банальное расчеловечивание российского общества как в свое время при адольфе гитлере произошло расчеловечивание общества в нацистской германии люди которые жили при гитлере в германии либо знали либо подозревали о конституционных лагерях в которых находились от них не только иностранцы но и их знакомые и родственники а тюрьма где пытали истязали они знали какая страшная война идет на восток от немецких границ да и на запад да и повсюду но считали это совершенно нормальными и не очень понимали почему должны возмущаться и вмешиваться в эту войну если речь идет о воле фюрера о расширении жизненного пространства а сами они считали что будут при этой войне жить хорошо и еще лучше по крайней мере лучше чем до того когда они поверили в безумие национал социализм разве с россиянами не то же самое разве это равнодушие не проявляется уже которые годы казалось бы что вот сейчас когда началась самая страшная война 21 века когда против россии и руководство восстал весь цивилизованный мир люди уже должны хотя бы что-то понять люди должны увидеть что их президент обезумел если не в буквальном то в политическом смысле своего слова этого слова что для того чтобы удовлетворить свои амбиции или вернуться к так называемому советскому союзу в столетие создания этой авторитарной кей державы он готов буквальном смысле слова стереть украину с лица земли вместе с их родственниками друзьями детскими воспоминаниями и в этой борьбе как видим никаких попыток даже воевать по правилам нет мы ровно находимся в эпохе столетней давности когда разрушались исторические центры городов когда никто не думал о судьбах людей но тогда страны хотя бы формально завоевывались а сейчас все это происходит под предлогом освобождения путин освобождает украину от придуманных им нацистов действуя нацистскими методами своего предшественника адольфа гитлер я уже даже со сталином его не сравню потому что путин я бы сказал поднялся на ступеньку выше туда к берлин не случайно так хорошо говорит по-немецки вероятно читал все необходимые ему работы в поле ну и что ж кого тогда можно освободить если скоро в этих городах вообще никого не будет если люди сотнями тысячи уходят на запад между прочим не в россии в россию людей пришлось насильно свозить из оккупированных за этой страной районов донецкой и луганской областей рассказывая сказки о мифических обстрелах киева люди уходят на запад на тот самый ненавистный запад в страны европейского союза никто не хочет быть освобожден путиным никто не хочет чтобы украина стала союзницей россии и точно никто не хочет чтобы россия стала продолжением а как можно скажите хотеть быть союзницы или продолжением россии когда сама россия на весь мир демонстрирует свою жестокость готовность убивать и грабить когда российские баллистические ракеты падают на мирные жилые кварталы от такого кошмара можно только оградиться стеной если украинцам повезет и они отстоят такую страну безусловно эта стена и в политическом и буквальном смысле и в цивилизационном смысле появится потому что никакого другого выхода у цивилизованного мира как изолировать россию от себя и самому изолироваться от россии уже нет и в ближайшие десятилетия моему большому сожалению не будет то что мы сейчас видим это яркая демонстрация преступности целого государства и у самих россиян конечно есть только одна возможность изменить ход вещей избавиться от того режима который превращает их в нищих изгоев но я совершенно не готов призывать граждан российской федерации к такого рода действий у меня нет никаких сомнений что большинство не откликнется ни на какие призывы мне остается только выразить свое сочувствие тем в россии кто как и мы здесь в украине и во всех остальных странах цивилизованного мира да что то говорить вообще во всем мире находится в ужасе от того что мы наблюдаем в ужасе кошмаре и отчаяния я прекрасно понимаю как тяжело находиться в ужасе кошмаре и отчаяния среди тех кому нравится война смерть и убийство этим людям я сочувствую советуем покинуть россию как только представится такая возможность вероятно сегодня это единственное что они могут сделать для своего собственного будущего спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на любой на мои социальные сети которые помогают нам распространять эти материалы на канал в патреоне который поддерживает наши проекты удачи и мир